Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой бьюти-канал снова! Меня зовут Юлия Прелл, и в сегодняшнем видео у нас будет обзор на новую праздничную предновогоднюю коллекцию от Шролл Тилбери, в которую вошла палетка, я ее взяла, и также в этой коллекции 5 оттенков помад, новых оттенков, насколько я поняла, я взяла только один оттенок, и это мой первый раз в покупке большой палетки от Шролл Тилбери, до этого у меня были только ее четверки, и я в большом восторге посмотреть вообще, насколько формула, лучше или хуже, и к тому же 75 долларов за эту палетку это не маленькие деньги, но все мы знаем, что Шролл Тилбери это лакшери бренд, поэтому надеюсь, что мы сегодня оправдаем цену этой палетки, а на самом деле я бы, наверное, прошла мимо этой коллекции, если бы не одно но. Меня очень привлекла эта вроде как простая цветовая гамма этой палетки, когда я увидела эту палетку в первый раз на Trend Mood, я загорелась ею, именно из-за вот этих зеленых цветов в ней, и я поняла, что я хочу попробовать эту формулу, и к тому же у меня не так много, если вообще нет зеленых цветов в моей коллекции. Кстати, эту коллекцию можно было купить вместе с адвент-календарем, и доступ был только в течение 48 часов, после этого палетка как бы уходит на какое-то время непредложительное, и потом она уже появится вроде бы в октябре на всех известных нам сайтах типа Beautylish, Sephora и так далее, и тому подобное. Хоть это сразу очевидно, что эта палетка не является какой-то инновационной в плане цветов, которые мы в ней находим, обычная базовая палетка на каждый день, но именно из-за этих зеленых оттенков, мне кажется, эта палетка привлекла гораздо больше внимания, чем если бы в ней не было этих оттенков, а были просто обычные нюдовые оттенки. Первое, что я почувствовала, когда открыла упаковку этой палетки, я задалась вопросом, почему она черного цвета, она черная упаковка, но если присмотреться на свету, есть такие как маленькие-маленькие блесточки в этом пластике, и я у кого-то слышала, кто-то говорил, что очень странно, что это вроде как рождественский, ну как праздничный релиз, почему она так смотрится, а не празднично, да. Мне очень понравилось, как тени чувствуются, когда ты их пытаешься свочить, такое ощущение, что ты дотрагиваешься до резины, то есть настолько они шелковые, слишком шелковые, меня очень поразил черный оттенок, самый темный, потому что когда я дотрагивалась до него, он прям ощущался резиной-резиной, ощущение было такое, что дотрагиваюсь до вот прям резины, реально, но все остальные оттенки, они чувствуются очень шелковистыми, супер гладкими, и я, наверное, именно этому и была удивлена. Я ни разу не чувствовала ни в одной палетке такой гладкой формулы, когда я делала свочи, меня это поразило. И также Шерла Тилбери выпустила пять, я так понимаю, новых оттенков помад, и все они уходят в такой красноватый оттенок, я решила не рисковать, потому что я не знаю ее формулу именно вот этих помад, которые называются, кстати, Limitless Lucky Lips, это матовая помада, которая вроде как должна оставаться на ваших губах весь день, и эту помаду я взяла в оттенке Everlasting Blossom, то есть это самый такой светлый из всех красных оттенков, которые я видела, мне кажется, она смотрится очень красиво, такой оттенок пыльной розы. Кстати, помада эта стоила 34 доллара, вообще не дешевая цена, но это Шерла Тилбери, люкс, понятное дело. Мне, кстати, очень понравилась упаковка этой помады также, она очень милая такая, девчачья, и чувствуется тяжесть небольшая, потому что упаковка, она сама сделана не из пластика, естественно, а из такого материала, который мы привыкли видеть у люксовых помад. И вот такая у нас была минуточка полезной информации об этой новой коллекции от Шерла Тилбери, теперь давайте перейдем к туториалу, я еще пока не знаю, буду ли я делать 2 или 3 лука, мы посмотрим по ходу дела, поэтому давайте посмотрим уже, какова эта палетка в действии. Поехали! И я начну с этого белого оттенка из подразделения Love Eyes, чтобы немного закрепить наш праймер. Далее я хочу взять этот темный оттенок из подразделения Happy Eyes, я использую свою кисть от Ruffer Fod номером 15, очень даже хорошо пигментированный оттенок, мне нравится это. Хочу внести его в складку века, чтобы сделать хорошее затемнение. Очень хорошая пигментация у этих теней, это 100%, и я постепенно начну растушевывать это. Мне кажется, формула у Шерла Тилбери, она всегда хорошая, то есть нет такого, что она выпустила одну палетку, и там формула, она ужасная, правильно же? Нет, смотрите, какая идеальная растушевка, я просто не могу, мне очень-очень нравится, что я вижу. Дальше я хочу взять этот невероятно красивый шиммер, на самом деле он не такой, я бы сказала, масляный, как другие шиммеры в этой палетке. Он смотрится красиво, но он не такой масляный, как, например, вот этот шиммер. Я хочу нанести этот шиммер на середину века, да, идеально подходит к этому оттенку, хороший пигмент, я не вижу пока никаких осыпашек, мне это очень нравится. Дальше я хочу взять вот этот оттенок, который меня привлек с момента, когда я делала свочи ее. Давайте нанесем это на внешний уголок глаза, вау, шикарно смотрится. Видите, всего лишь три оттенка, и уже как бы макияж у вас готов, то есть не применяя никакой изощренной техники растушевки, у вас получается макияж на раз, два, три. Вот, наверное, именно поэтому тени Charlotte Tilbury, они так ценятся, потому что с ними очень легко работать. Я возьму ту же самую кисточку от Ruffer под номером 15 и тот же самый темный оттенок. Я подзатемню вот эту зону, чтобы у нас было видно больше пигмента, больше этой дымчатости в складке века. Мне очень нравится, как это смотрится. Далее я возьму кисточку от Ruffer под номером 03 и возьму этот же самый оттенок из Happy Eyes. Нанесу это вот сюда и постепенно обрамляю наши глаза, чтобы все смотрелось изящно. Я возьму эту же кисточку и немножко растушую. Мне кажется, это моя любимая растушевка для повседневного макияжа. Просто наносишь тени самые темные в складку века, темненький шиммер и самый светлый шиммер в внутренний уголок глаза, и пум, макияж готов, все круто. Я возьму только маленькую кисточку, чтобы взять этот оттенок и нанести его вот сюда, чтобы придать нашим глазам больше сияния. Красивый оттенок. В общем, наш первый макияж готов, сейчас я нанесу реснички, подкрашу глаза и вернусь к кому уже через секунду. И вот так выглядит наш первый образ, оттенок бургунди в перемешку с шиммерами, это всегда беспроигрышный вариант. Именно этот образ, он как будто бы перекликается с осенним периодом, с осенью. Возможно, да, я чувствую рождественский вайп, но все-таки больше осени почему-то. Мне нравится простота использования этих теней, все очень быстро и качественно смотрится. Теперь давайте перейдем к нашему второму образу, мне кажется, он будет не менее интересным. Сейчас я смотрю на эту палетку и пытаюсь понять, какой я хочу сделать образ второй. Не так много матовых оттенков, здесь большое количество шиммеров, что и хорошо, и плохо. Для того, чтобы создать другой какой-то уникальный образ, мне нужно использовать этот невероятно темный-темный оттенок. То есть я реально чувствую этот недостаток матовых оттенков этой палетки, поэтому что-то нужно с этим делать, мне кажется. Мне кажется, матовых должно быть столько же, сколько и, например, шиммеров, может чуть меньше, но не всего лишь сколько, 4 штуки на всю палетку. Итак, я опять хочу начать с этого оттенка Бургунди из Хэппи Айс. Я возьму ту же самую кисточку, которую я до этого использовала. Я, наверное, хочу нанести этот оттенок просто на все века. Посмотрим, что у нас получится из этого. Я вижу сейчас свою ошибку. Я не нанесла тот белый оттенок. Ощущение такое, что тень не так хорошо наносится, как если бы я его нанесла. Так, я растушевываю его. Отличненько. Очень нравится, как эти тени смотрятся. Дальше я возьму кисточку от Sigma под номером E44. Я хочу попробовать взять этот темный оттенок из Confident Eyes. Это синтетика у нас сейчас. Посмотрим, насколько он у нас пигментированный и темный. Вау. Пигмент есть. Пигмент есть, это очень здорово. Не думаю, что я буду использовать этот оттенок из Confident Eyes каждый день. Может быть, чтобы сделать стрелку, он будет классным. Но в качестве затемнения с ним нужно работать. Растушевывать, растушевывать. Ребята, вы видите? В общем, видно, что тени, они как будто бы уходят куда-то. Видно эти дырки, да, от растушевки. Это очень странно. Может, это кисть? Давайте сменим кисть на другую. Да, это странно. Я возьму кисть от Raffer под номером 01. Мне сейчас немножко странно это явление, что все пошло вот так вот дырками. Кисти, наверное, из натурального ворса работают лучше с тенями в Шерлд Тилбери. Я просто тушую, тушую, втушевываю. И я как бы делаю такую дымку. Посмотрим, что у нас получится из этого. И, наверное, хочу взять того же самого оттенка. Темного из Confident Eyes. Смотрится красиво. Определенно в этом что-то есть. Я бы сказала, вот мейк с такой растушевкой будет идеален на какую-нибудь вечеринку, на ужин, на свидание и так далее. Прикольно. И дальше давайте попробуем какие-нибудь интересные шиммеры, потому что я хочу оставить зеленые оттенки на десерт, так сказать. Первое, с чего я хочу начать, это золотистый оттенок из Happy Eyes. Он невероятно масляный. Вау. Посмотрите на пигмент, просто. О май гад. Вот этот оттенок. Я нанесу его на внутренний уголок глаза, мама дорогая. Вот это пигмент. Видите это, ребят? Ощущение такое, что недостаточно пигмента. Он не такой липкий, то есть он как будто не прилипает блестками к веку. К веку. И ощущение такое, что я хочу использовать какую-нибудь вроде такой кисти, чтобы взять больше этого оттенка. Чтобы видеть больше пигментации и блеска. Это кисти от Arafra под номером 28. Ну, без осыпашек тут, конечно, не обойтись. Это факт. Вау. Это было неожиданно. Размахнем их кистью. И напоследок еще вот этого же оттенка я возьму. Нанесу его в складку века опять же. Мне определенно очень нравится дымчатость растушевки. Этих оттенков очень смотрится интересно. Как будто бы это дает тебе лисий взгляд. Вот это. Это мое любимое самое в макияже. И вот таким образом смотрятся наши первые два образа. Кстати, я использовала для того, чтобы затемнить нижнюю линию ресниц вот этот оттенок, совмещенный с вот этим оттенком. Последнее, что я использовала, это вот этот оттенок во внутренний уголок глаза. Сейчас давайте сделаем тот самый зеленый лук, о котором я мечтала с момента, когда я открыла эту палетку. Давайте перейдем уже к нашему последнему третьему луку. Для нашего последнего лука я хочу использовать вот эти зеленые оттенки. Этот ряд оттенков называется Power Eyes. Начать я хочу с самого светлого оттенка, чтобы закрепить праймер. Чтобы не было у нас того, что было в прошлый раз. Я использую, кстати, кисточку от Charlotte Tilbury, которая шла в подарок. Эта кисть синтетическая. И мне кажется, пока она хорошо работает. Ничего плохого пока сказать не могу. Я хочу взять вот этот оттенок зеленый. Я бы сказала, такой пыльный зеленый оттенок. Я хочу нанести его в складку века. Пытаюсь растушевать его немного. И при этом я пытаюсь вывести растушевку вправо, а не наверх. Да, все-таки этот оттенок зеленый, он больше подходит для начала растушевки. Он не даст вам огромного количества пигмента, как я этого ожидала, например. На этом глазу уже все получается так, как я, наверное, и хочу сейчас. То есть я наношу этот оттенок просто поверх века, немножко прикрывая глаза, чтобы увидеть ту самую складку, скажем так, куда я хочу нанести этот оттенок. И вывожу оттенок вправо. Вот это вот просто идеально. Очень шелковистый на ощупь, когда вы до него затрагиваетесь и вообще растушевываете. Как-то так. А теперь я хочу взять ту же самую кисточку от Raffer под номером 01. И для затемнения я хочу взять вот этот оттенок из Confident Eyes. Это же было бы очень круто, если бы здесь было больше матовых оттенков. Вау. Пигмент. Мы это любим. Я постепенно растушевываю этот оттенок. Но не иду прям наверх, как я это делала в других образах. Далее я хочу взять кисть под номером 27. И я просто, это чистая кисть, я просто хочу чуть лучше растушевать этот темный оттенок. Если честно, я не ожидала, что я нанесу слишком много этого оттенка. Но это не проблема, потому что чистая кисть, она, знаете, как палочка-вручалочка. Уберет любой оттенок без проблем, и этого даже не будет видно. Я нанесла чуть-чуть консилера, чтобы знать, за какие зоны мне не заходить. Я хочу взять, опять же, чуть больше зеленого оттенка, потому что он у меня как будто бы улетучился. Когда я несла этот темный оттенок, у меня это кисть под номером 14. Я просто нанесу этот же зеленый оттенок поверх этого темного оттенка. Как это не звучало бы странно, но надеюсь, таким образом он у нас останется и как бы будет виден. Напомню, это мой первый раз, когда я использую зеленые тени. И я пока не знаю, если честно, насколько мне прям нравится подбор зеленых оттенков в этой палетке. Я думаю, теперь пришло время шиммеров, потому что здесь они смотрятся просто шикарно, не так ли? Я хочу начать с, наверное, вот этого шиммера. Хочу нанести его на середину, наверное, века. Очень красиво смотрится. Мне нравится такой, знаете, не изумрудный шиммер, возможно, изумрудный, но у меня ощущение такое, как водоросливый шиммер, оттенок водорослей, что ли. Он не осыпается, как делают это другие, а очень даже хорошо себя ведет, когда я наношу его просто пальцем, даже не кистью. Конечно, зеленый оттенок, мне кажется, это что-то, что сейчас очень популярно, не так ли? Много брендов уходит с палетками, в которых есть зеленые. Я чувствую комфортно, когда работаю с зеленым оттенком, особенно если он правильно сделан. Сейчас я хочу взять вот этот оттенок, потемнее чуть-чуть. Поверх этого зеленого, конечно, они смешиваются. Нельзя сказать, что я нанесла сейчас другой зеленый, потому что тот первый, он, естественно, более сияющий. Это было бессмысленно мне использовать сначала такой классный сияющий оттенок, а потом использовать оттенок, который практически не виден на глазах. Я немножко потушую это своей чистой кистью, чтобы не было грубого перехода, так сказать. Ну что, а подашки у нас есть. Они даже, мне кажется, более активны, чем в наших предыдущих двух макияжах, но мне нравится, какой у нас лук получается. Это что-то необычное для меня, потому что я, как же сказала, во мне любитель таких каких-то непонятных зеленых оттенков, но в этом что-то есть. Ну и, конечно, для того, чтобы нам закончить оформлять наши глаза, я хочу использовать этот зеленый оттенок, но мне кажется, что он будет, возможно, слишком светлым для того, чтобы нанести его вот сюда. Да, это, в принципе, смотрится очень даже неплохо. Ну что, ребят, сейчас я нанесу тушь, сделаю реснички, вернусь к вам через секунду, и мы будем пробовать новую помаду из новой коллекции Charlotte Tilbury. Что, ребят, вот такой у нас получился лук с зелеными тенями из новой палетки Charlotte Tilbury. Честно, мне нравится, как это смотрится, но для меня это все-таки немножко непривычно. Как будто бы это очень такой, какой-то хищный область, я не знаю. Знаете, вы знаете, если вам нравится этот образ, что вы думаете о нем, нравится ли вам зеленые тени вообще носить или нет. Сейчас давайте, наконец-то, попробуем эту помаду, о которой я говорила вам в начале. Я взяла ее в оттенке Everlasting Blossom. Это самый светлый оттенок, напомню, из ее коллекции. Мне кажется, именно помады нам не хватает в этом образе, потому что ощущение такое, вот я поняла, что как будто бы недорисованный холст. Вот такое ощущение у меня, что чего-то не хватает. Возможно, именно помада сделает наш образ прям таким бомбическим, классным. Итак, упаковка мне нравится, чувствуется дорогой, люксовой. И она сделана в Италии, как и все продукты от Charlotte Tilbury. Давайте попробуем. Она очень шелковистая, мягкая. Нравится, как она чувствуется на губах. И еще она очень вкусно пахнет. Я знаю, что мои губы сейчас, наверное, выглядят огромными, потому что я их полностью обвела этой помадой. Мне нравится, как она чувствуется на губах, на самом деле. Это очень легкая формула. Даже не чувствуется, что на губах у меня что-то есть, что мне очень нравится. Цвет, мне кажется, он такой, он приятный. На осень то, что нужно. Я не знаю, этот цвет вообще подходит к нашему макияжу сегодня или нет. Надеюсь, что он подходит. Да, это мой первый раз. Первый раз использования помады помимо Pillow Talk от Charlotte Tilbury. С уверенностью могу сказать, что эта помада, она такая же хорошая, как и Pillow Talk. Но эта, она чувствуется чуть лучше на губах, как будто бы вообще на губах ничего нет. Понимаете? Тогда как Pillow Talk, она все-таки чувствуется. И она, мне кажется, чуть больше отдает матовым, чем именно эта помада. Когда ты платишь такие деньги, ты и ожидаешь, что помада будет сидеть шикарно на губах. Ты будешь наслаждаться просто экспириенсом, когда ты открываешь эту помаду, нюхаешь. Кстати, она пахнет реально вкусно. Я бы сказала, запах, он даже чуть слаще, чем у обычной помады Pillow Talk, мне так кажется. Лично для меня, чем больше я смотрю на эту помаду, тем больше я понимаю, что она мне очень-очень нравится. Ну что, давайте перейдем теперь к нашей последней части, к выводам, к заключениям. И я скажу вам, что я думаю об этой коллекции от Charlotte Tilbury, а именно о палетке и помаде. Итак, мы попробовали новую коллекцию от Charlotte Tilbury. И первое, с чего я хочу начать, это палетка, которая называется Instant Eye Palette Smoky Eyes Are Forever. Это ее не первая Instant Eye Palace, с которой она выходит. В прошлом году выходила такая же палетка, чуть-чуть другая цветовая гамма, но они, тем не менее, очень одинаково выглядят. Я смотрела сегодня, ну так, одним глазком обзор на эту палетку Тары Лин. И она сравнивала эту палетку с двумя прошлогодними палетками. Так как у меня нет ни одной палетки из этой серии от Charlotte Tilbury, я покажу вам сейчас скриншоты. И можно прекрасно видеть, что эти палетки похожи, буквально пара цветов только другие различаются. И третья палетка, которая, как она сказала, очень похожа на эту палетку, с которой она вышла два года назад, в такой синей упаковке. Сейчас я покажу вам тоже скриншот. Я поняла, что это хорошо, что я, наверное, не коллекционирую их, потому что, так или иначе, она выходит с одним и тем же. И когда я сейчас записываю видео, Charlotte Tilbury выпустила на ее сайте палетку-четверку. Она выходит с этими палетками каждый год. И я вижу в комментариях все чаще, что, Charlotte, у тебя все палетки похожи одна на другую. Я согласна с этим. Когда эта палетка вышла, многие сказали, что она похожа на предыдущие. И вот ее новая палетка, в такой очень романтической цветовой гамме, очень похожа на Pillow Talk. И я немножко в шоке, что все так повторяется. То есть бренды выходят с чем-то вроде как новым, но это вроде как не новая, потому что эта цветовая гамма у них уже была в их предыдущих запусках палеток. Мне палетка эта понравилась, и хоть я, опять же, не эксперт в больших палетках Charlotte Tilbury, мне кажется, это хорошая, классная палетка, чтобы создать макияж для любого случая. Я думаю, что я все-таки буду больше обращаться к этой палетке, когда я захочу, например, какие-то интересные оттенки зеленого. Да, это 100% шиммер, вот эти мне очень-очень понравились. Мне кажется, эти шиммеры, они смотрятся просто шикарно. Да, некоторые из них осыпаются, я говорю о зеленых, но зато они очень красиво смотрятся. Тем более, мне кажется, почти каждый делает макияж сначала глаз, а потом уже всего лица. Я склоняюсь к мнению такому, что эта палетка, она не какая-то уникальная, то есть у каждого из нас есть эти оттенки. Мне кажется, для меня, человека, который не покупал такие большие палетки от Charlotte Tilbury, это в новинку, это что-то интересное. То, я не знаю, буду ли я покупать ее в следующий запуск, если у меня уже есть эта палетка. Но я приятно удивлена формуле этих теней. Тени очень хорошо пигментированы, они не заставят вас психовать и использовать, искать какую-нибудь другую палетку в вашей коллекции. Ну, вы действительно сделаете лук, который вы планировали сделать в плане именно пигментации. Но вопрос в том, понадобится ли вам вторая палетка для того, чтобы взять какие-либо другие оттенки, для того, чтобы сделать полноценный лук. Потому что в этой палетке всего лишь 4 матовых оттенка. В принципе, в большинстве палеток сейчас, мне кажется, кладут меньше матовых оттенков, чем шиммеров. Мне кажется, она стоит своих денег, определенно, потому что это классная формула. И, конечно же, такую палетку гораздо выгоднее покупать, чем, например, ее четверки палетки, которые стоят почти какая-то большая палетка, да. Забыла вам сказать в начале этого видео, что у этой палетки срок годности 18 месяцев и сделана, конечно же, в Италии. Теперь давайте поговорим о помаде. Помада мне, я вам уже сказала, понравилась. Это очень красивый оттенок, классно ощущается на губах. Эта помада не чувствует, что губы сушатся ею. Я бы, наверное, даже все-таки попробовала ее красные оттенки помад, потому что мне очень понравилась формула. И вот такой у нас, в общем-то, был сегодня обзор на новую коллекцию от Charlotte Tilbury. Надеюсь, вам понравилось все, начиная от Сочи, заканчивая тремя луками, которые я сегодня сделала. Дайте мне знать, какой вам понравился больше всего. Мне будет очень интересно узнать, эта палетка стоит у вас в виш-листе или вы пропускаете этот запуск. И, конечно, я всегда благодарна вашим лайкам, комментариям и подписке на канал, если вам нравится контент, который я делаю. На этом я буду заканчивать свое видео. Спасибо большое, что остались со мной до конца. И напоследок я хочу пожелать вам хорошего дня, прекрасного настроения и продуктивного начала рабочей недели. Ваша Юля, не прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.